Как улетающая канарейка намекает, что весенний день подошел к концу, бойцы, которые в ринге вытворяют сумасшедшие выкрутасы, или чрезвычайно в себе уверены, или им просто хочется отдохнуть в нокауте под всеобщий хейт. Привет, многоударные сороконожки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые выпендривались в ринге, но для каждого это закончилось по-разному. А пока пацаны приходят в себя, подпишитесь на канал и ставьте лайк. О всех заботах забыв, я любуюсь луной, а на экране пьяный мастер мочит людей. Эммануэля Гастес – бог троллинга, так как весь его стиль боя – это сплошное издевательство над противником. Что может быть хуже для профессионального бойца, чем быть избитым бухим мужиком? Стиль Эммануэля назвали «пьяный мастер», так как он проводил все свои бои, как будто в раздевалке раздавил пол-литра бурячихи. Но, несмотря на это, всем его оппонентам доставалось очень некисло. Сам Флойд Мэйвезер-младший говорил, что его поединок с Агастесом был самым трудным в карьере. Конечно, кабану не дано понять прелести майского цветка, так и боковым судьям не всегда удавалось увидеть за троллингом точных и мощных ударов от Эммануэля. Поэтому практически все свои бои на полной дистанции он проиграл по очкам, так как судьи считали его стиль неспортивным поведением. Но я думаю, этого мужика нужно сделать наставником парочки шаолинских храмов, тогда кунг-фу опять расцветет небывалыми победами. Каким бы красным не было бы яблоко, оно никогда не будет слаще персика. Эдриан Бронер, последователь и копия стиля Флойда Мэйвезера, так же как и его икона, работал от защиты, копируя его стиль. Много болтал перед боем, да и в ринге показывал немало интересного. Но непобедимый Флойд один, а злых противников много. В бою против Майдана Бронер позволил себе очень отвратительную вещь. Когда Бой перешел в клинч в углу ринга, он показал, что еще не до конца определился с тем, кто ему больше нравится. Стройные ринг-гелши или брутальные бойцы. Конечно, такое простить нельзя и Майдана не простил, тем более, что по бою он его перебивал. В таком же похожем моменте Майдана ответил Эдриану тем же, только в роли активного партнера. Не знаю, что теперь будет с Бронером, если вдруг ему придется где-то отсидеть, но этим позор не закончился. Он еще и бой проиграл по очкам, и вся бравада оказалась пустой. Разодел новые туфли, выше поднимай ноги, чтобы все заценили. А если вышел в ринг, сделай так, чтобы тебя запомнили. Наверное, такие слова сказал тренер перед боем бойцу в красных перчатках. Он начал бой с того, что сделал фейковое пожатие перчатки и сразу ударил лоу-кик. Это было подло, и вселенская карма взяла его на карандашик. Как суровая коменданша, красивую первокурсницу в общаге. Пацан танцевал в ринге, как будто у него не бой, а клубная вечеринка с бесплатным ЛСД. Он прыгал, поворачивался спиной и боком, упускал противника из вида, за что, собственно, и поплатился красивенным хайтиком. Рисовать черта легко, а тигра трудно, ибо черта никто не видел, и можно сказать, что так и надо, а вот тигр должен быть похож. Так и боец, пока не зашел в клетку, может рассказывать все, что угодно, но до тех пор, пока не столкнется с противником. Но это не относится к Нику Диазу, одному из самых обезбашенных и гангстерских бойцов ММА. Он может не только говорить, что угодно, кому угодно, но и делать, что хочет в бою и с кем угодно. В своем поединке против Андерсона Сильвы, легендарного бойца, нагоняющего страх на всех своим мастерством, Ник вел себя в клетке, как на детской вечеринке, где нужно было всех развлекать. Он ложился, корчил рожи, постоянно что-то говорил пауку, показывал рефери, что тот не дерется. В общем, троллил, как хотел. Но Сильва не зря считается легендой. Он стойко все переносил на себе, как муравей, тянущий большой текст в берлогу, и отвечал делом, за что и получил победу в этом бою. Хотя оба эти бойца невероятно крутые. Если с детства ворует копейки, когда вырастет, ограбит банк, а если боец с первых боев танцует и ловит кайф с поединков, то, став чемпионом, он начнет еще и петь песни. Принц Насим Хамед – один из самых экстравагантных боксеров своего времени, да и во всей истории тоже. На то, что он вытворял в ринге, можно было смотреть, как на водопад, стекающий с манчжурских гор. Настолько завораживающе это было. Диско-танцы, насмешки, стеб. И это все приправлялось жесткими и четкими ударами, которые потрясали и шокировали противника. Но родители дают нам жизнь, а характер нужно воспитывать самим. Так и на пути каждой острой косы рано или поздно возникает камень. Поединок Насима Хамеда и Барреры вошел в историю как одно из самых ярких противостояний. Несмотря на всю серьезность оппозиции в лице брутального и очень жесткого Барреры, Насим продолжал свою обычную браваду в ринге, также танцуя и улыбаясь. Но в отличие от других противников, которые не знали, что с этим делать, Барреру это очень злило и он бил все сильнее. В одном из моментов он даже вспомнил приемы ММА и решил дать пару пинков принцу лежа на конвасе. Конечно, Насим в том бою получил знатно, но это не заставило его изменить себе. И он делал то, что хотел. Два великих бойца в прекрасном бою, как две спелые вишни на одной ветке. Породистый и гордый конь может вести на себе жирного и подлого казнокрада. А святая обитель силы и характера, то бишь клетка и ринг, может держать на себе слабака. Но это не относится к Коди Гарбранту. Этот парень в своем поединке против Круза показал, что с легкостью смог бы выиграть любые танцы со звездами. Несмотря на серьезность противостояния, Коди троллил противника как хотел, танцевал, разговаривал, делал невероятную защиту корпусом, не давая шансов по себе попасть. Гарбрант проводит в такой манере практически все свои бои. Конечно, не все они удачные, особенно последние. Но все равно этот мужик держит стиль и показывает зрелищный бой. Когда протекает наверху, об этом знают все снизу. Так и в спорте. Когда легенды, которые находятся в топах рейтинга, вытворяют невообразимые вещи в ринге, об этом знают даже бабушки, которые вяжут носки своим внукам. Рой Джонс, легенда бокса, а для многих лучший во все времена, вытворял в ринге действительно сумасшедшие вещи и издевался над противниками как хотел. Мало того, что это все было эффектно и красиво, главное, что это было эффективно и практически все его фокусы заходили в цель. Но в этом бою с Келли он сделал нечто нереальное, а именно нокаут, который войдет в историю как один из лучших и невероятных. Продавец вина никогда не скажет, что оно разбавленное, а будет лишь говорить о его пользе. Так и бойцы, готовы перед боем говорить все, что угодно, лишь бы запомнили и дали побольше денег. Но, конечно, не все. Конечно, Уайлдер много чего говорит и делает в ринге. Так было и в бою с Ореолой, когда он в четвертом раунде под градом ударов по корпусу начал исполнять гайтянский танец. Все-таки не зря он перед боем сходил в стриптиз-клуб. Но нужно отдать ему должное. Все-таки не зря он король тяжелого веса. Когда Ореола уставал бить удары, которые Дентей вообще не чувствовал, он сразу наносил жесткий апперкот, оставляя даже такую ситуацию за собой. Разъехавшиеся братья через три года становятся просто знакомыми, а бойцы, которые провели бой, хорошими друзьями или врагами, смотря как пошло в ринге. Билли Джо Сандерс, очень хороший боксер, один из лучших в своей весовой, не знающий поражений, демонстрирует в ринге расслабленную манеру и мощные многосерийные комбинации. В своем поединке против Лемье, который также является топовым боксером с нокаутирующим ударом, он сделал одну веселую штуку. Когда Лемье пытался его достать своей разящей правой, Билли Джо сделал шаг в сторону, в лучших традициях бесконтактных бойцов, и заставил Лемье улететь в канаты. А затем посмотрел вдаль. Типа, пацан, иди ищи руку, она где-то в зале. Конечно, вы можете удивиться, ну и что здесь такого. Но для того, чтобы так провалить топового боксера, нужно быть супер мастером. Ну или подключиться к вселенскому Чи. С деньгами можешь купить часы, но не время. Хотя если денег дофигища, как у Флойда Мэйвезера, можно купить время других людей. Несмотря на то, что сам Флойд считает себя лучшим из лучших во все времена, многие любители бокса будут утверждать, что его бои однообразные и скучные. В принципе, с этим тяжело поспорить. Хотя в начале карьеры Мэйвезер проводил свои поединки гораздо активнее и интереснее. Но по части троллинга, особенно перед боем, он точно мог считать себя одним из лучших. Да и в ринге он делал немало интересных издевок, показывая язык девчонкам противника, типа я сейчас уложу твоего парня в нокаут, а мы пока сможем заняться чем-то интересным. Но в одном из поединков он даже умудрился поговорить с комментаторами во время боя, настолько уверенно и расслабленно он себя чувствовал. Пишите в комменты, кого еще можно было бы добавить в этот список. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok